Девушки отдыхают 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 которая ее расширит, вот, и, в принципе, как бы, визуально ваши бедра будут больше. Юбка с кружевом, вот я вижу, на стойке есть. Ну, кружево сейчас это достаточно модный элемент, поэтому, в принципе, можно сказать, что это будет в тренде. Что-то такое слегка интимное даже. Да, да. Единственное, что, конечно, я не вижу на нашей стойке каких-то цветов ярких, да, характерных для месли. А говоря вот о вертикальной полоске, если. Вертикальная полоска. Ваши ноги станут еще длиннее. То есть, будьте внимательны. Несмотря на то, что их и так большое количество, почти 80% или 70%. Да, 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 поэтому, в принципе, одевайте вертикальную полосочку, бедрышки, тем более, если бедра немножко великоваты, вертикальная полосочка это все вытянет, чуть-чуть сделает меньше. Опять-таки, трикотаж, всегда комфортно, всегда приятно. Добавляйте топы, шелковый топ к юбке, например, сверху какой-то жакет и, в принципе, ваш образ уже будет готовый и дополнен. Можно идти на работу либо навстречу. Ну, смотря у кого какая работа. Какая работа, да. Хотя, в 90-х, после выхода красотки, извините, меня все вдохновились образом девушки-проститутки. Поэтому, и это был мировой тренд. Поэтому, все возможно. Так что, друзья, все возможно. Так, и движемся дальше. У нас есть и другие варианты. Что еще можно использовать? Я вот смотрю. Юбка с хладками, карманы. Много деталей. И это, в принципе, тоже характерно. Пользуйтесь, используйтесь. Сюда можно, под такую юбку можно одеть какой-то, ну, к примеру, гольф, как у меня сейчас. Отлично смотрится. Отлично. Немного джинси мешает. Вот, да. Поэтому, опять-таки, это немножко округлит ваши формы, сделает их более аппетитными. Если красивые ноги, это будет ваш плюс. Единственное, что все-таки отношения мини-юбок, еще сама Шанель говорила, то, что всего лишь у одной или у двух женщин есть, там, тысячи красивые колени. Поэтому, и красивые они только сзади. Мы штите, да. Да, поэтому, как бы, учитывайте такой момент. Я смотрю, есть еще вот такой, например, вариант. Опять-таки, идут складки, и опять-таки, идут кармашки, да? Складки, обилие деталей, да, лапка гусиная, вот даже рисунок. Все это возможно. Многие дизайнеры в этом сезоне представили коллекции, в которых обильное количество деталей, да. Да, к ним и перейти, что это у нас представлено, и, соответственно... Вот смотрите, видите, все. Все, что было можно, все одели. Такая японская девочка. И вообще, короткая юбка, она характерна. Вот эти вот японская такая мода, все эти долл девушки. Опять-таки, много деталей. И в этой же юбке мы видим с вами опять обильное количество деталей. И шлевки, и кокетка, и карманы, и складки. И сзади у нас тоже карманы и кокетки. Поэтому смотрите, что, конечно, для вашей фигуры подходит. То есть это, если вы девушка из плосковатых таких, девочка-мальчик, то это отличный вариант. Вот если вы девочка-булочка-пышечка, то, конечно же, старайтесь избегать таких вариантов, а пользуйтесь какими-то, вот, например, вот такими. Чтобы удлинять. Полосатыми, трикотажными, которые и так вас обтянут, ваши красивые формы. Вот, кстати, интересный вариант. И полоска, и рюш вверху. Последняя тенденция была, делают и брюки, когда заканчивают не поясом каким-то конкретным, а именно вот таким рюшем. Просто из-за геймом. Но под нее, насколько я смотрю, по петелькам, можно тоже пояс надеть. Можно надеть пояс, подчеркнуть талию, потому что такая юбка, она все-таки немножко съедает талию в области вот здесь, где рюшится, немножко съедает вашу талию. Поэтому, как бы, да, и подчеркнуть поясом, это будет стильнее. Так что, друзья, экспериментируйте в первую очередь, но экспериментируйте правильно. Помните об этих красивых коленях, о которых говорила еще Шанель. Спасибо большое вам за то, что сегодня пришли к нам, проконсультировали девчонки. Я надеюсь, что теперь вы будете еще больше поражать мужчин, только аккуратнее смотрите за штабелями, которые падают позади вас. Я нагадаю еще раз, что сегодня сполкувалось со стасовно мини-спиднейтзом Александром Ерофеевым, дизайнером одежу. Редактор субтитров А.Семкин